И всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на канал Ника, с вами Ник, и сегодня мы обсудим то, что с Ютубом перестали подписывать контракты различные компании в мире. В голове не укладывается, как так можно? Именно Starbucks, Walmart, PepsiCo, BBC, Volkswagen, Mark Spencer, Leoral, The Guardian, McDonald's и другие разные бренды. Причиной этому стали материалы, опубликованные The Times и Wall Street Journal, где они доказали, что в рекламах компаний регулярно публиковалась пропаганда, терроризма, насилие и многого другого. Ребята, ну вы понимаете, если сейчас все перестанут работать тупо с Ютубом, блогеры тупо перестанут получать деньги. Но это не точно. У них есть деньги за рекламу, донаты на стримах, но это, правда, на стримах только у стримеров, да? Но мы знаем, что Ютуб продолжит платить денежки, все войдет у него хорошо, так как Ютуб, вроде, еще ближайшие 50 лет скатится в плане денежек, потому что, ну, это самая большая сейчас платформа по видео, и самая интересная платформа по видео, где можно найти качественный контент, кстати, да? Ну, нет здесь много качественного контента, но есть и хороший контент. Для каждого качество контента, это для него личное понятие. Например, кто-нибудь любит смотреть игры, а кто-нибудь будет сказать, будет говорить, это полное говно, какой здесь нафиг качественный контент. Нет, ребята, если вам нравится Майнкрафт, вы можете смотреть, как Майнкрафт, и называть это своим качественным контентом. Если вам нравится другая игра, называйте ее качественным контентом для себя. Вы должны лично смотреть то, что вам нравится, а не то, что говорят, раз, Ютуб на Ютубе нет качественного контента, Ютуб, это помойка, да? Нет. Я думаю, в ближайшее время с Ютубом снова эти компании подпишут контракты в течение двух лет, да? Потому что вряд ли они хотят потерять Ютуб, потому что, ну, вот смотрите, например, Ауди. Реклама машины, или Би-Би-Си реклама сериала, это канал же Би-Би-Си, да? Если не ошибаюсь, вот Старбакс, Волмарт, нужно хавчик рекламировать, так же, как и Макдональдсу. Скорее всего, они в ближайшее время снова подпишут с ним контракты, и в Ютубе все будет хорошо. Ивангай и другие ютуберы не будут идти работать на завод, на самом деле, никуда не пойдут, потому что... Ивангай, те же 3 миллиона пойдут в другую платформу, да? Так же, как и за другим любым ютуберам. Если у тебя есть большая аудитория, ты не останешься работать на заводе. Так же, как за тем Мамиксами и другими блогерами. Давайте сделаем всего этого вывода, что будет с Ютубом в ближайшее время. А в ближайшее время с Ютубом ничего не будет, он будет работать как работал, и качественного контента будет, по вашему мнению, сколько хотите, потому что вы смотрите то, что вы хотите, а не то, что вас заставляют смотреть другие блогеры, и называют разный контент помойкой. Да, привет, Мамикс. Он, конечно, это видео, наверное, никогда не увидит, но... Если тебе нравится, смотри Майнкрафт, смотри Майнкрафт и называй его для себя качественным контентом. Вот еще один раз повторился. Все, ребята, а на этом все. Это видео не для хайпа было сделано, это просто так видео размышления, небольшой видосик я решил запилить, потому что это довольно сейчас важная тема. Я не пилю такие видеоролики, но я решил тут записать немножко комплайл КС и рассказать вам много интересных вещей. А на этом все, ребята, с вами был Ник, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, всем спасибо и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok